так всем привет сегодня у нас в ремонте такой вот opel astra с очередной проблемой которая можно сказать самое главное у семейства opel это теплообменник я думаю все у кого был есть opel они знают об этой проблеме вот смотрите видите вытекло все масло то есть все не все но она течет течет она из-за теплообменника точнее за его прокладок об этом не знаю узнает каждый владелец либо узнает уже когда купил автомобиль как лечится эта проблема проблема лечится заменой прокладок теплообменника но пока не разберем на мне будет вам не показать то есть мы решили не действовать по этому принципу замены прокладок потому что это хватает ненадолго вы поменяете прокладки может он у вас и 100 тысяч после этого отходит а может и 5 трудоемкость замены большая потому что надо снимать выпускной коллектор и под ним уже будет находиться вот такой вот теплообменник но это уже доработанный у него заварены каналы где вот здесь то есть ставятся прокладки в стоке этих прокладок уже здесь не будет ставится без него очень хорошие отзывы об атаку о такой доработке в интернете мы долго изучали информацию где и как купить и лучше всего это делает человек стулы у него есть группа в контакте тик тула мы заказывали у него реально самые лучшие отзывы по вот этой вот доработки у него если вы хотите избавиться от этой проблемы раз и навсегда то рекомендую заказывать у него ссылочку мы сразу оставим в описании потому что потом будут люди писать личку спрашивать уже не первый раз то есть ссылку еще раз повторю оставляю в описании заказываем у него группа тик тула в контакте то есть человек высылает стоимость 5 500 также мы заказали у него сразу комплект оригинальных прокладок на все вот это дело все прокладки которые нужны все джем оске ну тут вот прокладка выпускного коллектора эурлинг ну короче хорошие все прокладочки вот они у нас выходит там на 3900 полностью для всей вот этой процедуры сейчас мы разбираем выпуск и показываем вам уже по факту по месту что там именно течет что куда делать все все главное в любом деле жахнуть шалухи когда дела пойдут в гору хоть я и сказал то что трудоемкий процесс прошло минут 15 уже почти весь коллектор открутился это благодаря тому что тачка свежая если у вас будет ну вообще эти типу мотор от x16 ксер да по мотор очень много там опелей ставился там 100 лет уже то есть допустим допустим на opel vectra b нет такой проблем потому что там нет теплообменника то есть на более свежих не скажу с какого года если вы там опелеводы я volkswagen дрочер поэтому я не знаю если вы смотрите то вы на опелеводы вы знаете там с какого года стали ставить теплообменники напишите кстати об этом в комментариях будет полезная информация и если у вас машина свежая то у вас вот эта проблема может быть ну я думаю если вы не шарите можете загуглить что у вас за машина если у вас теплообменник а так как бы все можно сделать в гараже своими руками за эту работу в сервисе я думаю пятеру точно возьмут пятера да стоит пятера вот замена стоит то есть мы сейчас в гаражике под шелуху быстренько махнем выпуск уже почти сняли сейчас снимем покажем ну вот мы значит сняли коллектор вот нам открывается вид на теплообменник надо что нам дальше сделать надо снилить антифрайс и будет песенка дальше откручиваем потом вот по кругу подъезжки кстати нам нужны е11 е12 головки рук у вас рук вы не знали выглядит они вот так вот под звездочку вот это е12 еще е11 все сейчас сливаем антифрайс и будем уже подкручивать сам теплообменник и покажем что там и как так значит что мы имеем вот снятый теплообменник который стоял на машине вот это значит и есть охладитель течет обычно по стыку вот здесь вот прокладочки вот здесь в комплекте которые говорят вот сюда вот и сюда и сюда то есть полностью вот все что снимаем сейчас все будет ставится новая тот теплообменник который мы купили получается он заварен и нам не надо уже ставить тот охладитель то есть мы просто вот в таком вот виде вот но сейчас отмываем тут все чистенько вот просто в таком вот виде ставим обратно на двигатель то есть вот эту вот ходить или вот эту херню нам уже не надо оставить сейчас просто все почистим сполоснем протрем поставим новые прокладки и будем собирать обратно последовательность так вот значит перед установкой поставили новые резиночки смазали их маслица здесь все резинки вот там колечки здесь 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 все вот все что мы заказывали все поменяли вот они старые то есть все резиночки резиновые уплотнения ставим новые там все протерли так более-менее потом на моем как говорится мотор соприкасаемые все то есть сейчас вот в таком виде прямо устанавливаем и собираем в обратной последовательности тачку щуп не забываем заткнуть тряпочкой у нас там уже ручка чтобы грязь туда не сыпалась и собираем и так вот так вот выглядит все это безобразие здесь как помните был тоже обменник сам вот этот стоял кассета это сейчас ничего нету то есть вот получилось у нас зазор между теплообменником мотором все то есть все собрали просто обратной последовательности ничего здесь такого страшного нету все очень легко кстати разбирается мы тут долго водились это с пробкой на радиаторе почему-то у нас очень тяжело выкрутилась к сливали она кстати что находится вот там вот снизу там к ней есть очень удобный доступ значит еще раз где заказывать вот этот такой чудесный теплообменник который избавит вас от этой проблемы группа вконтакте тик тула сварка аргоном в туле ссылочку оставляю в описании под видео там заходите переходите если надо пишите ивану и он вам высылает без проблем также можно отдать ему старый теплообменник он вам вернет 2000 рублей то есть 5500 он стоит и отправляйте обратно то есть 2000 он вам вернет так что сейчас соберем все полностью коллектор на место поставим бум промывать систему потому что у вас масло когда ну вот к начинает течь масло гонит в антифриз то есть антифриз у вас с маслом мы промоем систему дистиллированной водой промывочка хайгеровской а потом уже зальем новый антифриз антифриз у нас x-freeze я знает почему но он купил его короче так что это собираем потом покажем обязательно вот не забудьте выхлоп налить масло потом было дымоганчик тут был но это у нас нечаянно получилось но это ничего страшного сейчас выгорит ладно сейчас собираем запускаем смотрим так а мы в этот момент завели машину то есть масло все равно проливалась поэтому она сейчас будет обгорать и дымить сразу лайфхак от авторемонтера чтоб не сдохнуть от выхлопных газов в гараже одеваем вот шланг у меня есть пожарный рукав вот она дед на выхлоп и выходит на улицу так вот это все дело выглядит и все у нас машина спокойно греется мы не открываем ворота не выпускаем тепло из гаража в гараже у нас плюс 22 мы тут уже все упрели так как я простыл поэтому я еще в бушвате хожу сейчас занимаемся промывкой системы заливаем воду и промывку то есть сразу все не влазит поэтому залили и доливаем потихонечку по мере убывания охлаждайки я покажу чё снизу то ничего не капает вот так будет выглядеть ваша смотровая яма после этой замены не думайте то что у вас получится все сделать аккуратно и вы не прольете кертом весь гараж вон он видите вот там вот да видно нет на камеру вот теплообменник он тут вам по стыку все сухо здесь тоже но сейчас все равно мотор весь в масле то есть надо бы намыть сначала смотреть ну вроде все отлично надо было здесь поддон протереть что-то забыли так значит промыли мы систему вон там как и всякое насливалось но и тара была грязная поэтому ну такая все равно как бы есть эмульсия водичка слилась все прогнали все промыли значит нюансы нюанс у нас такой при заливке воды на промывку значит у нас не работала печка ну короче пробка воздушная как ее выгнать надо вот у вас мотор получается слева вот этот вот шланг у воздушного фильтра разъединяем он идет вот отсюда с термостата здесь разъединяем и начинаем заливать антифриз пока не потекет когда потекет ну через него короче воздух будет выходить когда потекло вставляем обратно заводим и прогоняем гоняем мотор там на оборотах на холостых на оборотах на холостых в итоге дожидаемся того когда сработает вентилятор охлаждения это будет означать что у вас пробки как говорится выгнаны все нормально обязательно проверяем чтобы грела печка если печка у вас не греет значит что-то идет не так да можно и так сказать мы сейчас значит заливаем антифриз пока вода гонялась все нормально то есть никаких нюансов не выявлено все отлично ничего нигде не текет поэтому если вы хотите раз и навсегда избавиться от этой апелевской проблемы то обязательно заказывайте такой теплообменник менять эти прокладки без конца которые у нас установлены вот в этой бороде ну без конца не без конца а может вам повезет конечно вы с первого раза поменяете а может и не повезти потом она опять будет в туалете нахрена она вам надо загрязнять систему значит кому нужен такой теплообменник заказываем у Ивана тик тула группа ссылочка значит у нас еще раз повторюсь в описании заходим заказываем также обязательно ставим лайк этому видео делимся с друзьями апелеводами которых тоже рано или поздно ждет такое несчастье и подписываемся на канал ставим лайки также подписываемся на мой инстаграм всем удачи и пока харю свою показывать не буду пуша грязный как черт всем пока